В преддверии Нового года в Наринмаре и поселке Искателей полным ходом идет подготовка и монтаж праздничных конструкций. Часть работ уже выполнена и как результат центральные улицы заметно преобразились еще за месяц до торжества. Наталья Кислякова и Инна Берникова выясняли, как оценили такие изменения местные жители. Поселок Искателей всегда отличался ярким новогодним убранством. Каждый год здесь старательно украшают центральные улицы и, конечно, главную площадь. Сегодня на своем месте уже стоит высокая праздничная ель, а неподалеку появились незаменимые символы предстоящего праздника Дед Мороз и Снегурочка. Ростовую куклу животного, которая символизирует предстоящий год по восточному календарю, установят чуть позже. 8 числа у нас будет проходить мероприятие по открытию елки. Значит, на этом мероприятие с 12 до 14 будет проходить мероприятие, будет перекрытие движение, дорога. Ну, будет интересно. Приходите. Подготовка к празднованию Нового года полным ходом идет и в окружной столице. Заметно преобразила центральную часть города архитектурно-художественная подсветка административных и социальных учреждений. И, как заявили в профильном департаменте, это еще не конечный результат. У нас достаточно много планов. Один из них – это Аллея Славы, которую мы сейчас активно проектируем с архитекторами. У нас небезызвестная уже так называемая «фишка», да, она же рыбка, которая будет рядом с Аллеей Славы стоять, чуть-чуть, если смотреть на Аллею Славы, левее. Вот, у нас активно сейчас будет разорваться проект пешеходный, ну, она и так уже пешеходная, но развитие улицы Смедовича – это то, что касается центральной части, и мы активно работаем с городом. Новогодние украшения заменили и на площади имени Ленина. Здесь установлены новые арт-объекты. Олени, упряжка и чум наверняка станут излюбленным местом для семейных фотографий. Я очень довольна, я рада, что мой сын и вообще дети города Наринмара могут наслаждаться этой красотой вместе с нами, взрослыми. Очень хорошо, поднимает настроение. Парень танцует у нас, ему нравится, он идет и говорит, пойдем посмотрим, а что там натворили, а что тут натворили. Я говорю, пойдем, вот, пошли смотреть, что там натворили. А сейчас, современно, все молодежь сейчас, все старики, мы ходим, вот, любуемся, радостно, радостно. А как вам подсветка на зданиях? Подсветка очень хорошая, красивая, очень красивая. То есть не хватало, да? Да, не хватало. Темнота была, ну еще эти лампочки, там 3-4 лампочки, темнота. А сейчас приятно даже, придешь, вот как молодой идешь. Несмотря на то, что до новогодней ночи еще целый месяц, настроение у жителей Заполярья уже вполне праздничное. Что касается открытия главной елки округа, то оно состоится 16 декабря. Наталья Кислякова, Инна Бердникова, Александр Дуркин. Вести Заполярье.